Казалось бы, что может быть проще, чем нарезать хлеб или сварить макароны? Но только не для особенных детей. У ребят с различными проблемами здоровья, речь о ментальных нарушениях, другое понятие о слове «просто». Им не под силу позаботиться о себе, поэтому первая задача их родителей – адаптировать ребят к самостоятельной жизни. И в этом помогает новый проект общественной организации «Солнечный круг» «Я все смогу сам». С лета этого года на базе детского дома «Звездные» особенные ребята учатся вести самостоятельную жизнь. Вот столичка, да, хватит. Хорошо. Так, убирай сразу на место, поставь на полочку. Артем сегодня учится делать бутерброды и варить макароны. Меню на занятиях по домоводству достаточно скудное, но задачи вырастить поваров нет. Есть цель многократными повторениями научить детей готовить хотя бы элементарные блюда. У нас моторика страдает. У него бывает то, что он очень неловкий, очень активный и малоговорящий. Бывает, что не доходит до него с первого раза это все. И надо несколько раз ему все повторить, чтобы до него дошло, что нужно сделать. И вот те же макароны варить, это вот изо дня в день. Вода, соль закипела, макароны разрезали, положили их, помешали и следим, как они варятся. Потом газ выключить. И так вот, пока вот он, наконец, не запомнит это все. Но самое главное на таких занятиях многократное и методичное повторение. Доведение навыков до автоматизма. Даже выжить тряпку юным маминым помощникам не так просто. Особенным детям помогают воспитанники Звездного. Они вызвались быть волонтерами. Для ребят это так называемая прививка человечности и полезный жизненный опыт. Это дает какой-то определенный опыт. Во-вторых, они видят совершенно других детей. В-третьих, есть не только свои личные проблемы, а проблемы еще окружающих семей, которых окружает данный момент. Также они общаются не только с ребенком, они общаются и с мамами данных семей, с папами, с сестрами, с братьями. И многие, как я уже сказала, уже пересмотрели выбор своей профессии. Кто-то, может быть, со временем пойдет, например, социальным работникам. Еще одно направление проекта – арт-терапия. Она показана каждому особенному ребенку, вне зависимости от диагноза. Занятия малыми группами по два человека, чтобы уделить время каждому. Встречаются юные художники раз в неделю на час. Творят красоту всеми доступными способами. Рисуют гуашью, акварелью, используют различные техники и методики. Занятия помогают развить полезную мелкую моторику и снять напряжение. Результат, я считаю, в первую очередь для наших детей – это как раз снять стрессовое, эмоциональное напряжение. Они приходят к нам, видно, что ребята возбужденные немного, позанимаясь немножечко на занятии. Видно, что ребеночек успокаивается, приходит в себя и как-то уже по-новому начинает смотреть на мир. Более ярко, красочно. Мы не используем в цветах никаких негативных черных, темных цветов. Как правило, это яркие, сочные, жизнерадостные цвета. Средства на такой полезный ребятам и их родителям проект выделяет Управление соцзащиты населения областного центра. Также «Солнечный круг» получил грант-губернатор в размере 300 тысяч рублей. Эти деньги потрачены, тратятся, вернее, на заработные платы педагогов. Работают педагоги по СБО и педагоги по арт-терапии. Всего в этом проекте шестеро детей, которые участвуют в СБО и 13 человек ребяток, кто работают по направлению арт-терапии. О результатах своей работы общественники планируют отчитаться до конца года. К этому времени ребята закрепят полезные навыки, научатся готовить и убираться. Но впереди еще огромная работа по социализации ментальных инвалидов. Поэтому лидер «Солнечного круга» Ольга Татаринцева готовит документы для получения президентского гранта. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иванова.